26 лепеня 1944 года у вынеку проведения наступальной операции «Багратион» войске 2-го и 3-го Белорусских фронтов вызвалили от немецко-фашистских захопников за Неманскую участку Гродно. Полностью же в область стала свободной от оккупантов у ноч с 24 на 25 лепеня. Опушными населенными пунктами у регионе стали везки Беляны, Стрельщики и Санники. Таким шином территория Гродненской области была вызволена уперед с 3 по 25 лепеня. На заховании исторической памяти про подеи Великой Чинной войны и ее героев накерованный патриотичный проект «Тягник памяти», який у першиню был реализованный в 2022 году. Среди его пассажиров что год есть школьники при Неманне. Сюлета улику восьми представников нашего региона была и вышаница Свисловской гимназии Катерина Аксенова. Подороже по городах Беларуси и России и наведывание памятных местцев, связанных с военными подеями, поделилась девчина додали веду про Великую Чинную и ее героев и поштурхнули еще раз осенсовать Сану Перамоги. За 14 дней мы проехали 13 городов. Наверное, самым запоминающимся город для меня был Волгоград, так как в Волгограде мы посетили Мамаев курган. Мамаев курган – это место, где замирает сердце за гордость, за наших солдат, в принципе, за советский народ. Из российских городов меня еще впечатлила Кубинка. Мы были в парке «Патриоти», там мы посетили уникальную одноименную экспозицию «1418 шагов». Это именно столько шагов, сколько длилась Великая Отечественная война. В Беларуси мне особо запомнился парад на 3 июля в Минске, который прошел масштабно очень, а также мы посетили музей Великой Отечественной войны в Минске. Меня поразило экспонаты, которые представлены в этом музее. Общались мы со всеми, участников было 8 стран, участники были абсолютно разные и все очень талантливые люди. Никаких проблем с общением не возникало, так как люди заинтересованы и общительны. Я была очень рада за то, что дети из других стран восхищались нашей Беларусью. Ребята из других стран, например, из Армении и Кыргызстана, приезжали и говорили, насколько у нас чистая страна. Мы были в России, мы были в Беларуси, но они говорили, что эту страну, Беларусь, они не забудут никогда. Техник памяти вельми популярный сярос старшоклассников. Стать узельником проекта имкнуться многие, однако долучиться до него могут только лепшие школьники, которые имеют активную житевую позицию досягнению в учебе, творчестве и спорте.